Добрый день! Друзья, сегодня я вам предлагаю не обзор часов, а изучение одного из магических приемов, которые используют часовщики. Речь пойдет о часах с эффектом звездного неба на сверблате с помощью авантюрина. В 17 веке стеклодувы с острова Мурана по неосторожности уронили стеклянную массу медную стружку. Так получилось необычное мерцающее стекло. Авантюрина переводится с талянского как случайность. Впоследствии также назвали минерал схожего вида. Он представляет собой кварц со следой и другими включениями. В часовом деле в большинстве случаев как раз используется муранское авантюриновое стекло, так как сам камень все же довольно тусклый, даже блеклый и далеко не такой эффектный. А вся красота авантюрина как раз в мерцании. Недармо он стал символом глубин космоса и бездомности вселенной. Авантюриновое стекло бывает нескольких оттенков, но самая красивая и чаще всего использующаяся вариация темно-синей авантюрин цвета звездного неба. Первые часы с авантюриновыми циферблатами появились в 1970-х годах, но тогда они не получили широкого распространения. А вот в 2000-х и особенно в последние годы начался настоящий авантюриновый бум. Этот красивый медитативный материал нравится поэтам часового дела. Швейцарская мануфактура Жеки Дро была одной из первых, кто раскрыл его художественный потенциал. Авантюрин регулярно появлялся в моделях марки, начиная уже с 2009 года, а за последние несколько лет авантюриновыми циферблатами обозрелись знаковые коллекции Жеки Дро, Пяти Эр Минут, Гранд Секонд и Леди Эйд. В дизайне каждой так или иначе обыграна цифра 8, которую основатель марки Пьер Жеки Дро считал счастливым числом, символизирующим собой бесконечность и абсолютное совершенство. Субтитры подогнал «Симон» У Леди Эйд это корпус в виде восьмерки, нижняя часть которой служит вместилищем авантюринового циферблата, а верхний декоративный закреплен шарик из авантюрина. У Пяти Эр Минут восьмерка формируется указательным времени, совмещенным в верхнюю часть циферблата и заключенным в круг из белого золота, который в свою очередь в общей композиции оказывается в оборвлении круглого стального циферблата. Есть два варианта этой модели с бриллиантами по визелю и без. В дизайне Grand Second Off-Centured идеальная цифра составлена из двух перетекающихся золотых кругов, в которые заключены часовая и минутная и отдельно-секундная стрелки. Белое золото, сталь и бесцветные бриллианты подчеркивают загадочные мерцания авантюрина. Настоящие ценители часов будут рады услышать, что все три модели механические с запасом хода от 38 у Леди Эйд до 68 часов у двух других. Авантюрин для Жеки Дрон достает компания Дэниэля Хасса. И хотя это рукотворный материал, его становится все меньше. Технология изготовления сложна, и нам урана за это уже не берутся. Авантюрин по-прежнему остается за дорогими часами, еще и потому, что это крайне хрупкий и капризный материал, с которым может сладить только настоящий профессионал. Но усилия окупаются многократно. Таких красивых циферблатов, небосвод, как его можно видеть только в пустыне или горах, настоящий звездный купол, еще поискать. Часы Жеки Дрон с циферблатами из авантюрина и не только ждут вас в московском салоне Турбион на пересечении Петровки и Старешникова и в бутике Марки в Петровском пассаже.